Если кто-то не заметил, то в Башкирии бушует третья содовая война. Довел до банкротства компанию «Меркурий», в результате деятельности которого масса людей пострадала. Коварный план Хамитова состоит в том, чтобы согнать всех обманутых дольщиков в одно единое место, и, видимо, что-то с ними там сделать. Я нисколько не сомневался, что суд примет решение в пользу госпожи Хамитовой, потому что аффилированность этого суда была чрезвычайно заметна невооруженным глазом. Я не знаю точно, на самом деле, таков ли коварный замысел Хамитова. По-моему, это просто банальное воровство на строительстве. Предприняли ожесточенную информационную атаку, проплатили всякие разные СОПКОРы-02. В самом начале сегодняшнего выпуска я хочу исправить ошибки предыдущего нашего эфира. Ошибки, допущенные в отношении господина Качкаева, во-первых. Мы сообщили о том, что он находится в родственной связи с злодеем-застройщиком Зариповым, который довел до банкротства компанию «Меркурий», и в результате деятельности которого масса людей пострадала в качестве обманутых дольщиков. Так вот, я хочу поправить себя и сообщить о том, что в действительности Павел Рюрикович уже давно не состоит в родственной связи с господином Зариповым. Дети их развелись, и это действительно случилось много лет назад. Что, собственно, не снимает ответственности с господина Качкаева за все те безобразия, которые были допущены в период его правления в городе Уфе. Второй неточностью допущенной в прошлом выпуске было то, что мы неправильно сообщили модель автомобиля, который приобрел господин Михайлов на непонятно какие деньги. На самом деле речь идет о Volvo CX90, флагмане шведского автомобилестроения, автомобиле стоимостью в разных комплектациях от 3,5 до 8 миллионов рублей. Собственно, эта поправка, прямо скажем, не является значительной. Это для разбирающихся и знающих людей. Автомобиль приобретен, автомобиль уже поставлен на учет, и его счастливый обладатель, я полагаю, не сможет объяснить происхождение денег, на которые куплено это шикарное авто. На прошедшей неделе произошли бурные события, связанные с Миловским парком. Я ошибся в том смысле, что полагал, эти события произойдут где-то, наверное, в конце августа-начале сентября, но случилось так, что они произошли вот уже на прошлой неделе. А именно был массовый пикет, массовый в том смысле, что около 100 человек в нем участвовало, и пикет этот был разбросан по центру города, от Белого дома до Советской площади и так далее. Граждане, участвовавшие в долевом строительстве в Миловском парке, по всей видимости, потеряли уже терпение. Тот бред, который происходит вокруг этого объекта, и те уже совершенно запредельно циничные подходы, которые демонстрирует республиканская власть в отношении этого объекта, видимо, уже вывели людей из себя окончательно. Я напомню, что по последней версии власть предлагает обманутым дольщикам поменять свои квартиры, несуществующие квартиры Миловского парка, на несуществующие квартиры в жилищном комплексе «Молодежный» и в жилом комплексе «Новобулгакова», что особенно является вишенкой на торте, потому что две недели назад началась голодовка обманутых дольщиков «Новобулгакова». То есть, я так понимаю, что коварный план Хамитова состоит в том, чтобы согнать всех обманутых дольщиков в одно единое место и, видимо, что-то с ними там сделать. Но так или иначе, это абсолютно бредовые планы. Они бредовые с точки зрения юридической, потому что, скажем, застройщик Миловского парка каким образом поменяет квартиры на квартиры в, скажем, «Новобулгакова»? Это вот юридически непонятно, как будет выглядеть и очень сильно похоже на пустую болтовню, которую генерирует наша башкирская власть, дабы только успокоить на время вот этих несчастных дольщиков. Напомню, что в Миловском парке огромное количество людей, которые попытались приобрести квартиры по социальной программе «Жилье для российской семьи». Напомню, что к этой программе непосредственное отношение имели органы государственной власти Республики Башкортостан. И, собственно, на них лежит вина в том, что люди в конечном итоге не получили эти квартиры. Я заявляю это однозначно. И тем, кто в последнее время все время меня спрашивает, а при чем здесь власть, а почему они должны отвечать? Я еще раз отвечаю. Хамитов и его команда должны отвечать по Миловскому парку, потому что они фактически заставили людей приобрести там это несуществующее жилье. И теперь им это все расхлебывать. Пути выхода из этой ситуации у них пока не найдено. А то, что они предлагают и то, что они рассказывают, вызывает вот такую реакцию у людей. Люди на самом деле в меньшей степени идиоты, чем им они полагают. И люди среагировали на эти предложения вот так. Они вышли уже на улицу. Кроме всего прочего, вот этого пикета произошел такой, прямо скажем, трагикомический случай в этот же день. На Советской площади у здания госстроя появилась абсолютно голая женщина, которая таким образом пыталась привлечь внимание к проблеме обманутых дольщиков Миловского парка, как я понимаю. Простояла она там недолго. Полиция и приехавшие медики ее оттуда эвакуировали. Я не знаю, какова ее дальнейшая судьба и что там дальше. Но это, конечно, ужасный случай, который говорит о том, что люди уже фактически доведены до отчаяния. То есть они не понимают, какой будет выход из этой ситуации. Вот это ключевой момент. На это не обращают внимания те, кто занимаются этой проблемой. По сути, вот эта акция отчаяния, она показала ту степень непонимания между властями и обманутыми дольщиками, ту степень неустановленности контакта, которая, в общем-то, уже зашла за грань. Мы благодарим за предоставленное фото вот этого инцидента сотрудника Министерства труда и социальной защиты, который из своего кабинета эту историю зафиксировал. Вот видите, среди даже чиновников есть люди, которые неравнодушны к этой ситуации, которые готовы, скажем, помогать распространять эту информацию, чтобы люди знали, что происходит вокруг проблемы обманутых дольщиков в Уфе. На минувшей неделе мы уже освещали отдельным репортажем начавшийся суд в советском районе, который посвящен защите чести и достоинства госпожи Хамитовой. Напомню, что Хамитова подала в суд с требованием защитить ее честь и достоинство от нападок сетевого издания про Уфу, которое опубликовало аж в апреле статью о том, что есть подозрения в каких-то нечистоплотных операциях, которые проходили в финансах фонда Мархамат. В этой истории, конечно, само по себе комично то, что заявление в полицию и статья, которая вышла в про Уфе, она, в общем-то, не акцентировала внимание лично на госпожи Хамитовой, а говорила о том, что вот эти активисты Саитова и Жукова, они как бы подозревают наличие вот этих вот злоупотреблений в фонде Мархамат, подозревают, что деньги от концертов, которые регулярно устраивает Гульшат Хамитова и ее фонд как-то так не очень правильно были оприходованы, израсходованы. То есть это было всего лишь предположение, но госпожа Хамитова среагировала очень остро на эту статью, правда, с очень большим опозданием. И теперь она лично заявила о том, что ей нанесен репутационный ущерб при помощи этой публикации и требует выплаты 10 тысяч рублей, которые, по всей видимости, и являются той мерой компенсации за ее моральный ущерб и стоимостью ее чести и достоинства. Так вот, суд провел два заседания на прошедшую неделю. Первое заседание мы освещали, второе прошло в пятницу и длилось до глубокого вечера. Надо сказать, что у меня появилось ощущение того, что судье была поставлена задача во что бы то ни стало принять решение именно 3 августа и закрыть эту тему. Это сквозило во всех высказываниях судьи, которая отклоняла подряд все любые ходатайства о предоставлении дополнительных доказательств, о проведении лингвистической экспертизы, о привлечении третьих лиц в качестве свидетелей, соответчиков и так далее. Надо отметить, что во втором заседании сторона обвинения, сторона Хамитовой перегруппировалась. После краха первого заседания сменили адвоката. Новый адвокат вел себя, прямо скажем, более последовательно, чем предыдущие, которые звали по комическому совпадению Лилия Чанышева. Так вот, новый адвокат выстроил свою линию, как говорится, претензий более стройно. Прямо скажем, госпожа Жукова, отвечая на претензии стороны обвинения, ушла в какие-то дебри и длительно зачитывала всевозможные документы Организации Объединенных Наций. В общем, конечно, все это выглядело в целом достаточно грустно. Итог суда такой, что судья, окончательно уже изможденная к вечеру, заявила, что она удовлетворяет частично иск госпожи Хамитовой, что значит частично она отказалась объяснять, она не выдала на руки сторонам ни результивную, ни мотивационную часть решения, сказала, что все решение принято, до свидания. То есть весьма странное такое завершение процесса. Может быть, это, конечно, объясняется утомлением ее чрезвычайным или еще чем-то, но я думаю, что на следующей неделе мы получим этот документ на руки и сможем насладиться логикой суда. Ну, прямо скажем, результат этот был предсказуем. Я нисколько не сомневался, что суд примет решение в пользу госпожи Хамитовой, потому что аффилированность этого суда была чрезвычайно заметна не вооруженным глазом. Меня больше интересовал сам процесс и те аргументы, которые будут выдвинуты в ходе этого судебного разбирательства. Уфимский сегмент социальных сетей на прошлой неделе был под завязку забит хвалебными одами, статьями, заметочками, постами о чудесной уфимской набережной, которая несет счастье и радость жителям города. Наблюдать это было все по меньшей мере противно, потому что, ну, то, как это было подано, ну, даже, по-моему, никто не скрывал, что это проплаченные какие-то, значит, рекламные посты, и все эти восторги были настолько избыточны, что, понимая о том, что на самом деле построен только маленький-маленький кусочек набережной, туда в щели бетона затолкали какие-то желтенькие цветы, поставили деревянные катки с растениями, и теперь это стало съемочной площадкой для вице-премьера Самедова, который проводит там какие-то рекламные акции, значит, вот этого успеха безумного. Ну, в общем, это все настолько напоминает Потемкинскую деревню, и если люди, которые вот, ну, на все это повелись, они попадают на набережную и видят вот эту все замусоренную бетонную глыбу, которая, значит, упала к нам на берег, в общем, у людей появляется когнитивный диссонанс, как минимум. Кроме того, на прошлой неделе появилось сообщение о том, что есть такое предположение, что вообще вся эта набережная является, по сути, берегоукрепительным мероприятием за счет нашего бюджета, там, на несколько миллиардов рублей, только для того, чтобы потом склон, значит, который выходит к реке Белой, застроить жилыми домами, потому что сейчас там строить нельзя, склон будет сползать от нагрузки, а вот если его укрепить вот этой бетонной армадой, может быть, тогда земля не будет сползать в реку. Я не знаю точно, на самом деле, таков ли коварный замысел Хамитова. По-моему, это просто банальное воровство на строительстве. Бетонирование Нью-Йоркского, значит, порта и Нью-Йоркского залива, который, значит, длилась порядка 30 лет, было ярким таким примером того, как можно бесконечно долго воровать на работах, которые невозможно проверить. То есть вот у меня такое ощущение, что здесь тоже примерно то же самое, только занимается это не мафия, как в Америке, а занимается этим Хамитов и его правительство. Я не думаю, что они так далеко смотрят, что тут построят какие-то жилые комплексы и на этом обогатятся, я думаю, что они просто воруют деньги на строительстве самой набережной. Кроме того, они еще имеют наглость представлять нам этот объект, как какой-то предмет гордости и эстетического наслаждения для граждан. Ну, в общем, я думаю, что эта история еще продолжится, и мы посмотрим, как успешно у них получится это чудо прелести, красоту достроить и навтыкать цветов в оставшиеся щели в этом ужасном бетоне. Мы возвращаемся к истории, которая продолжает происходить в Черниковке на улице Архитектурной. Напомню, что во дворе дома номер 8 и домов номер 10 по улице Архитектурной незаконно возведено офисное здание, против которого выступают жильцы этого дома. Это порядка 800 человек, которые пытаются добиться справедливости и добиться того, чтобы это здание было снесено. Паганец, я скажу еще раз, Паганец. Группа товарищей Слепнев-Водолеев, и примкнувший к ним ныне депутат Государственного собрания господин Канунников незаконным образом построили на участке земли, который на момент начала строительства даже не арендовали у города, судя по документам, которые получены из Управления земельных и имущественных отношений. В наглую построили офисное здание, которое пытались выдать за то, что это будет какой-то детский боксерский клуб. Я говорю про архитектурную 8, это объект коммерческий, и на самом деле, да, там, решение не выдавалось нашим отделам, и соответствующая работа, то есть и Управление земельных и имущественных отношений направлена информация, то есть этот объект незаконен, и Управление земельных и имущественных отношений выйдет с иском, и дальше уже будет решать суд. Пользуясь тем, что у господина Слепнева в тот момент мать работала вот в этом Управлении земельных и имущественных отношений, они фальсифицировали документы и построили это здание. Сейчас идет процесс общения жильцов вот этих домов с мэрией Уфы. Управление земельных и имущественных отношений, в общем-то, находится на стороне жильцов, и дело идет к тому, чтобы снести это здание. Однако господин Слепнев, Водолеев и депутат Госсобрания Канунников предприняли ожесточенную информационную атаку, проплатили всякие разные СОПКОРы-02, чтобы там напечатать жалобные статьи о том, как злобные жители Черниковки не хотят развития детского спорта, и не хотят, значит, снести единственную в районе боксерскую школу для детей, и так далее, и так далее. В общем, это, конечно, гнусная ложь, потому что, во-первых, начнем с того, что в этом здании по санитарным и прочим нормам располагаться детская боксерская школа не может. Там недостаточно площадей, там нет необходимых условий для того, чтобы эта школа там была организована, и школа этой там не будет никогда, ни при каких обстоятельствах это совершенно понятно. Кроме всего прочего, в процессе суда и разбирательства с документами выяснилось, что сама стройка, весь этот процесс был абсолютно незаконным, документы были поддельными. Вот эта госпожа Слепнева и ее сын, ну, в наглую, в общем-то, совершенно незаконно построили целое здание в центре Черниковки. Это, конечно, вопиющий случай. И, собственно, решение этой проблемы может быть одно единственное. Это снос вот этого здания и восстановление двора в том виде, в котором он был. Потому что в процессе строительства эти граждане уничтожили зеленые насаждения, они там посрубали кусты и деревья, которые были в этом дворе. Господин Слепнев сейчас через своего адвоката пытается шантажировать общественность тем, что, дескать, если это здание снесут, то он там попадет в какую-то жуткую совершенно материальную катастрофу, чуть ли не угрожает самоубийством и так далее. Но это на самом деле, конечно, детский сад, потому что люди взрослые, понимая, что они делают, теперь, значит, взывают к какой-то жалости и снисхождению. Три взрослых человека, один из которых еще и депутат Государственного собрания, понимая, что делают незаконные вещи, в наглую строят здание в центре Черниковки. Ну, куда это годится? Я полагаю, что все-таки мэрия наберется смелости, наберется решимости и законным образом снесет это здание. Это будет первый такой правильный пример по городу Уфе, когда нужно бить по рукам наглецов, которые пытаются обойти закон настолько вот цинично и настолько нагло. Ну, в общем, будем наблюдать за этой картиной, за этой историей, обязательно расскажем, чем она закончилась. Месяц и пара дней осталось до выборов в Государственное собрание Республики Башкортостан. Выборы переходят в активную фазу, чего, на самом деле, не скажешь по факту. Кроме странных плакатов «Единой России» по городу, никаких признаков этих выборов нет. «Яблоко» не смогло набрать необходимого количества подписей и снялось с выборов в госсобрании, что, собственно, было, конечно, предсказуемо. Не то чтобы 12-15 тысяч подписей, а не пару тысяч подписей, наверное, собрать не смогли бы. Мне было достаточно грустно наблюдать за этой постановочной историей, когда там они о чем-то так громко заявили, дескать-дескать, и в итоге сдулись. Также не допущена до выборов «Открытая Россия» в лице Зульфии Гайсиной. Примерно по той же причине и «Гражданская платформа», кандидат, от которой пытался набрать нужное количество подписей по нефтекамскому избирательному округу, тоже не допущена до выборов. Избирательная комиссия территориальная, рассмотрев поданные им подписи, нашла более 10% подписей недостоверных. В общем, состав партии, которые идут на выборы в госсобрании у нас, остается прежним. Это «Единая Россия», это «Справедливая Россия», это внезапно появившаяся партия «Патриоты России» паровозом, где идет, или локомотивом, я не знаю, как правильно сказать, господин Нагорный. И стандартный набор ЛДПР, КПРФ, партия «Зеленых» в лице госпожи Шагаповой. В общем, выборы будут скучными и достаточно предсказуемыми. Мы, наверное, все-таки будем их пытаться освещать, если они нам дадут хоть какой-нибудь повод поговорить о предвыборной борьбе. Если кто-то не заметил, то в Башкирии бушует третья содовая война. На прошедшей неделе производитель соды из стерлитомака заявил о том, что будет вынужден сократить 50% сотрудников, работающих на содовом производстве, и вообще к 2021-2022 году комбинат перестанет существовать. Все это связано с тем, что так и не найдено решение сырьевой проблемы. Комбинат упорно требует отдать ему гору Таратау. Сторонники, защитники этой горы упорно сообщают широкой общественности о святости этого геологического объекта. Ну и так далее, и так далее. Все мы знаем позицию Хамитова в этом отношении. Он отчаянно заявляет, что пока он президент или глава республики, он не отдаст эту гору. В общем, войнушка продолжается. Характерным признаком вот этой третьей содовой войны является то, что сода избрала своим модусом операндия воздействие на общественное мнение через уже федеральные источники. Кроме того, массовым способом подключены всевозможные странные телеграм-каналы и прочие нетрадиционные источники информации, которые теперь используют сода в этой информационной войне. Но на самом деле ничего нового в этом смысле не происходит. Я бы хотел поговорить совсем о другом. Такой характерной странностью является то, что пресловутую технологическую переустройство комбината никто не обсуждает детально. С одной стороны, звучит безапелляционное заявление всевозможных профанов и дилетантов о том, что переоборудовать соду – это, как говорится, два раза плюнуть, никаких проблем. И даже всевозможные динары Зайнулины нам детально рассказывают, как это сделать. Безусловно, наверное, он какая-то величина в области технологии производства соды, но я не слышал об его научных работах. С другой стороны, сам комбинат, будучи, скажем так, более просвещенным в технологической части, почему-то не обсуждает возможность, невозможность, целесообразность этой реконструкции. Вот это странно, потому что, скажем так, неопределенность позиции наводит на разные нехорошие мысли о том, что сода, в принципе, поставила себе задачи получения этой горы, вовсе вне связи с тем, что, скажем там, сырье гумеровского месторождения возможно или невозможно для использования. Если бы сода детально, научно и авторитетно объяснила широкой общественности, как бы, возможность, невозможность, стоимость, целесообразность вот этой реконструкции, тогда бы, наверное, часть вот этих вот дилетантских рассуждений о простоте этой реконструкции была бы снята. Это во-первых. Во-вторых, дав более серьезную, настоящую информацию о технологических цепочках, которые используются на комбинате, можно было бы снять, предположим, обвинение в том, что производство находится на уровне каменного века, и там используются какие-то технологические решения первой половины XX века и так далее. То есть я на самом деле не знаю, как устроена технология и процесс на комбинате сода, не берусь судить о простоте или затрудненности реконструкции самого комбината, и потому мы все пребываем в какой-то вот такой вот среде недоговоренности. То есть с одной стороны звучат какие-то обвинения в варварстве и попытке шантажа, с другой стороны почти молчания и всякие вбросы, значит, через федеральные каналы. В общем, войнушка продолжается. Я так полагаю, что сода делает очень большую ставку на то, что осенью у нас случится уход Рустема Хаммедова со своего поста, и в связи с этим каким-то образом будет решена сырьевая проблема комбината. Но я повторюсь, что этот уход, которого мы все, безусловно, очень ждем, вовсе не обязательно случится осенью. Потому рассчитывать только на это, наверное, соде не стоило бы. Но иных, как бы координат, иных маяков в их войнушке пока я не вижу. То есть они вот сейчас берут измором, пытаются дискредитировать Хаммедова, что, собственно, несложно сделать. Он и сам во многом им помогает. Но при этом они не выстраивают конструктивного диалога ни с общественностью, ни с властями, не пытаются найти законного и логичного решения своей проблемы.